СПАРТАК 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 СНОВА Морозов Вот Спартак встал Вот пошел розыгрыш И Голдобин и еще направо И Парядин в касании У него бросок не получился Но вот это было реально опасно Чайковский попробует быстро вернуться Но тут Морозову приходится тормозить и ждать Атака Спартака Голдобин правее И вновь не забивает Парядин Фантастику у Спартака вот два момента Завгородний О как нашел на синий Мачулина, Мачулина направо И Рыбор справляется с броском Даниила Серауха Савиков Направо у Спартака переводы проходят Вишневский далее И вы посмотрите Какая шайба от Анселя Голимова Какая передача от Германа Рубцова Он просто ждал, ждал, ждал И дождался Анселя Визуально очень легко А на практике В принципе тут просто нужно было подумать и не паниковать Никто не паниковал У него тоже пас не проходит Сочи идет в атаку И Хафизов Хотя шанс все равно будет Сагадеев играет налево Вот бросок Рыбор Не накрыл Свистка нет Нужно продолжать Играть это удаление Мишневский Мишневский Мог Дмитрий получше сыграть Сагадеев В дальний угол бросал Крайп Отбивает Рыбор 1-0 Спартак Благодаря голову Ансель Голимова Выигрывает после первых 20 минут игры Марат, что скажешь по первой 20 минутке? Немножко, наверное, шайбу из-под контроля убрали Чуть, наверное, проигрываемое движение Сейчас надо в этом добавить И думаю, все будет хорошо Так, а это Завгородний Он отдает в центр Бросок, по-моему, в перекладину шайб попал Данил Сераук Чуть-то не забил Пашин Будет передача Будет передача на Пашина Пашин поехал Шайбу Голимову он отдает на дальнюю В пасне Подождите, она там чуть не зашла Но здесь вообще такой момент сейчас со свистком Что и свистеть надо было Потому что у Сочи отложенное удаление Не такой вариант, конечно, хотел Морозов сделать Но она до Голдебина дошла Тоже нормально Локтионов Так, и вот на Морозова Тот в касание Но это по центру Но это прям по центру Там еще третийку, по-моему, очень больно Цыплаков Вот сейчас спешить не стал Согнал на Талалуи Вот тут возвращает Цыплаков Вишневский ждет шайбу Получил Все, Спартак встал 20 секунд на большинство Принц Вишневский Опа, ведь задел Третьяк ловушкой И вот справа налево Мачулин ложный замах Отдавал Манухов Это Хафизов Хафизов на синюю Высоковато, а вот Данейштанги Вот так примерно забил Хуснудинов В свою первую за Сочи Ворота ЦСКА Голенюк Тянули И под вороты И вот здесь касание Голенюк Рыбар отбивает перед собой Добавить пока никто из хозяев не может Завгородний Грэм 10 секунд Завгородний Но через защитника Через Грэма Тот налево И Рыбар увидел Рыбар увидел Бросок Михаила Криштофа Морозов А он вообще 1-0 Убегает Бросает в ближний Третьяк Спасает свою команду Вроде соперником На плечах А все равно убежал Криштоф на пятак Тянулин там тоже с лета попадал Спартак побежал в контратвет Цыплаков У него за спиной принц Скидка на шейн Он на дальнюю отдает А теперь в ответ Сочи Что за веселье И это выход 1-1 от Криштофа Штанга У кого первой силой закончится Игрок Сочи Феоктистов Гараев Феоктистов Там третий Ждет передачу И вот момент Рыбар в игре Какая комбинация Вновь в шансу Сагадеева Закрытая зона Мочулина Он перевел на Манухова Роман Не попал Так А вот это уже шанс для Цыплакова Максим набирает скорость И он убежит в ноль с угла Цыплаков не переигрывает Третьяка Вот тут еще клюшка сломалась Кин На дальнюю Голдобин Очередная Фантастик 0 Как говорят шоу Ногой принял На неудобную Убрал Ну и Забил Да Николай Голдобин Просто что-то невероятное Я не знаю игрока в лиге Который сейчас играет лучше Чем он Да нет такого наверное Там есть только другого плана Ну вот вам два проброса от Сочи Вот вам наложение от Спартака Цыплаков Удержал Сначала отпустил Но потом нашел вновь Кин За ворота Принц пропустит На Локтионова И Локтионов Бросает раз Отдает два Ворота сдвинуты Нужно свистеть Но Я так скажу что Последняя минута Второго периода Морозов Духчу еще И Порядин Тоже так Это Филина Морозова Гол 3-0 У Филина Передача А Морозов Забивает Тут конечно Хоккейный клуб Сочи мог бы действовать И получше Потому что в какой-то момент Спартак шайбу потерял Но давайте скажем Про Филина Как он здорово Влился В команду В этом сезоне У него уже 0 плюс 3 За 8 матчей Для начала Вот здесь Вот тут мне кажется Что Мороз уже шайбу теряет Видите А раз потом Филин находит Играет на Морозова И тот Забивает Для Филина Это первый сезон Хэлм Первый матч Сыграл 28 сентября Нет Но Спартак Прям вот своим пользуется Спартак и больше Это Лалуев Обыгрывает И с неудобной Ловит третья Что скажешь По 40 минутам игры Табло говорит 3-0 Пока нет Нечего сказать Ну что 3-0 Выигрываем Еще период Нужно сейчас выдохнуть Тренерский штаб Зайдет Сделает Там какие-то выводы И подскажет Будем играть дальше Третий период Теперь можно Сразу было нельзя Парядин Передача на Морозова Но как будто бы Сам себе на ход Парядин Парядин У него справа Голдобин Голдобин щелкает Третьяк Зато вот тут Криштов перехватил Снова Грэм Но это долго И у него сейчас Возможно Шайбу отнимут У него отнимают И Спартак идет в атаку Голдобин И на Морозова Тот не попал Голдобин на пятак Видел там Парядина Вот какое веселье Опять у нас Туда-сюда Нашел вариант Локтионов Вот у вас Цыплакова Гол Гол Тут сразу два нюанса Я видел как Цыплаков Поднимал клюшку Я видел как Мачулин Поднимал руку Набрасывал Это Чайковские Идет Видно просмотр А знаете кто коснулся Как будто Я наверное знаю Ну понятно что это будет просмотр На высоко поднятую Тут в ракурсе Еще раз Вот этот ракурс Который Вот коснулся Ктионов Возможно Да Ну мне кажется Цыплаков не касался Игры Похажем Высоко Поднятой Клюшкой Перед полом Хороший гол Ну все Команда Сочи Играет Сочи в полном составе Сочи бежит где-то Примерно четвером Против двоих И Мечков Дотянули на Динулин На дальнюю Мечков Гол Гол Сочи забивает Моментально После появления Матвея Мечкова С Динулиным Связка там Как-никак А работает Ну и Мечков Справляет за свое Удаление Спартак Там двумя Завис А ведь Вот мне все равно До сих пор Интересно Что Пашин Там пытался Сделать Лакросс Или не лакросс Шайба Матвея Мечкова Возвращает Интригу В эту встречу Шестой гол Для Мечкова Зависли два нападающих Спартака Ну и смотрите Вот Мечков Он появляется Тинулиному Оставляет Мечков Возвращается Он открывается На дальний Ногой забивает Причем Матвей Но я думаю Что тут без просмотра Тололуев Дотянулся Зато заставил Кристофа ошибиться Тололуев Отбирает Обыгрывает И И Да Так А дальше что А дальше попробую Рикошетом И еще Талый гол Талый все-таки Забил 5-1 Третий гол В двух матчах Илья Тололуев Два раза Попробовал Из-за ворот Улыбка на его лице Там и Дмитрий Вишневский Улыбается Два раза Попробовал Рикошетом От Третьяка Спартака Принц И Локтионов Низом Мачулин Сагадеев Так Ну вот Есть вход Хафизов На Сагадеева Тот На пятак Ну вот Опа Подождите А Хафизов Все-таки Нашел момент Для броска Там отобрал Как-то Быстренько Так развернулся Быстрее В всяком случае Чем в защите Спартака Спаков за ворота Шейн Принц И На Локтионова Вот тут бы еще Паузу выдержать Последние две минуты Третьего периода Грэм Бросил сам Рыбор перед собой Один Мечков подбирает Играет на Грэма Вот Так А где пятый Куда Где пятый А вот он приехал Подходит И Грэм бросает Какое спасение От Рыбора Убежит Ну вот опять Пашин Ну вот опять Пашин Пашин Дадут Дадут Булит Не видно Сейчас-то там Там первая задержка Просто была еще до синей линии Ну и так просто в сравнении Да Вот Я Голдобин там с Арктионова сравнивал Просто у кого-то опыта Больше регалий Больше У Голдобина серебро Молодежный чемпионат мира Номер 13 Поэтому я говорю Тут Плевать какой счет ему Пусть радуется Например в ворот Потому что Ячков отобрал шайбу У Михаила Чайковский Но времени Не хватило Больше ни за что Спартак Одерживает победу В этом матче Пять-два